И всё, пишут одно и то же, что у нас нет сейчас денег, мы не можем вам ничего сделать. Как появится сумма, так сразу мы вам, в первую очередь, вам. Восемь лет Антонина Аширова пытается добиться ремонта дороги на своей улице. И каждый раз на её обращение приходят такие ответы – нет денег, нет реконструкции. Такие отписки местные жители получают ежегодно. Ездят у нас фуры, неизвестно чьи, откуда приезжает. Очень много фур. Они долбасят нашу улицу. Конечно, они погруженные все. Мы что можем сделать? Мы обращаемся, но всё бесполезно. Летом пыль, зимой так-так раскатают, что мы, знаешь, раза четыре точно упадёшь. Вот Оля не даст соврать. Лёд, натуральный лёд. Идёшь вот так вот, и думаешь, когда упаду, когда ноги, руки переломаю. А мы же не молодые и здесь. Улица осталась в далёких 80-х. Никаких благ цивилизации, абсолютно никаких. Даже самых необходимых просто нет. Местные жители говорят, если бы не большие грузы, проезжая часть была бы не такой убогой. Усугубляет ситуацию и отсутствие освещения. Зная плачевное состояние дороги, таксисты оставляют своих клиентов на полпути. До самого дома редко кто решается подвезти. В деревнях нету такой дороги. Пускай даже не асфальт. Пускай положатся чебёнку, чтобы хотя бы можно было пройти. Это ведь безобразие. Нигде нет ни России такой дороги. Аналогичная ситуация сложилась и по улице Турбинная. Здесь местным жителям также приходится преодолевать полосу препятствий, прежде чем дойти от дома до остановки. Этот сюжет мы показывали в октябре. Тогда замглава администрации Вахитовского и Приложского районов Казани Рамиль Сафин сообщил о том, что на реконструкцию проезжей части необходимо 10 миллионов рублей. Но денег на это нет. На Турбинной также есть крупное предприятие, которое за свой счёт ремонтировать дорогу отказывается. Для того, чтобы произвести реконструкцию данного участка дороги, необходимо около 10 миллионов рублей. К сожалению, из-за ограниченного финансирования полностью эту нагрузку бюджет взять на себя не может. Поэтому мы бы хотели совместно решить этот вопрос. Но пока на сегодняшний момент понимания мы не нашли. А жители с Первой Больска, устав от обещания, сегодня решили подать суд на владельцев складов и администрацию района и города в надежде, что их проблема наконец разрешится. Эльмир Гляхметова, Эдуард Кемодиев, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.